Приветствую вас, дорогие братья и сестры, любовью Господа Иисуса Христа. Мир вам! Я хотел прочитать один стих, который записан в послании апостола Павла Филиппийца, 1 главе, 27 стих. Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне приду ли я и увижу вас, или не приду слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую. И не страшитесь ни в чем противника. Знаете, друзья, я думаю, все, которые читают Слово Божие, здесь в основном находятся верующие, знают о том, что вот в любом послании, в словах Христа, и вот апостол Павел, любое мы открываем, римлянам, коринфянам, галатам, ефесянам, мы всегда находим, где он призывает к каким-то конкретным действиям. Вот посмотрите, даже когда мы приходим к ефесянам, он в 4 главе тоже говорит, «Итак, я узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в котором вы призваны». Удивительно, когда мы читаем эти слова, заметить то, что не говорит апостол Павел ни в этом, ни в других местах, что это значит – жить достойно благовествования. Я думаю, что, наверное, было бы, может быть, проще для нас, наверное, понять смысл вот этого написанного, если бы было приложено какое-то такое конкретное, вот, знаете, описание, расшифровка какая-то. А что же все-таки это на самом деле – жить достойно? Мы сегодня уже слышали, да, призыв к тому, чтобы мы вот поступали правильно, чтобы мы делали добро и так далее. И вот, знаете, что удивительно, мы в Слове Божьем находим немало таких мест, на которые нам, когда мы читаем, как бы так интуитивно хотелось бы более подробного описания. Вот, знаете, даже такие места, вот мы читаем, апостол Павел говорит, например, в послании Тимофея 2 главе, в Титу тоже во 2 главе о том, чтобы, ну вот, одеяние наше было приличное, да, и вот у нас стоит такой вопрос, ну, как бы немножко поподробнее, а что это такое приличное? Ну, вот сказать просто прилично, да, а как? И вот каждый, как бы, знаете, где-то свое что-то пытается внести, и нету вот таких каких-то деталей сильных. И мы иногда даже где-то можем, ну, подискусировать, на чем-то на своем настаивать, а вот Писание как-то вот так говорит. Вот говорит, вот одевайтесь прилично, живите достойно благовествования, и как бы на этом все. И, вы знаете, вопрос стоит, наверное, для нас в том, что, ну, а как определить, что это такое? И я думаю, друзья, суть заключается в том, что нам Писание вот тоже недвузначно открывает то, что мы с вами, как уверовавшие во Христа, пережившие рождение свыше, имеем внутри нечто, мы имеем самого Господа присутствие. Нам Писание говорит, что вы храм живущего вас Духа Святого. И вы знаете, мы тоже читаем в 1-м послании Иоанна, во 2-й главе, в 27-м стихе, он говорит, вы, говорит, имеете помазание. И говорит, нету нужды, чтобы кто учил вас. Но, говорит, вот это сие помазание, которое вы, оно, говорит, учит вас, знаете, чему? Всему. Оно, говорит, учит вас всему. Вы знаете внутри. Дело в том, что апостол Павел, когда писал вот такие вот наставления, он писал церквам, он писал нам, и он знал, что мы имеем вот это помазание. И он говорит, вы знаете. Проблема, друзья, не в том, что мы не знаем. А проблема вот здесь, вот в этом слове, когда он говорит, живите. Проблема здесь. Знаем мы, имеем мы помазание. Я не помню, я рассказывал вам историю или нет, но прошло уже много лет, я как-то еще в 90-х годах попал, уже жил здесь, а попал в бывший Советский Союз, и меня встретил мой друг, и мы как-то поехали посещать некоторые церкви, и я так был еще очень молод, и с молодежью у нас везде. И вот мы пришли на одно молодежное общение, и когда мы находились там, то потому что вот мы приехали из Америки, но он там местный, из Грузии был брат, и он, вы знаете, и много вопросов задают, и таких как бы немножко провокационных вопросов, да, а можно так, а можно так, а вот как вы там так вот поступаете, и как-то так чувствуешь неудобно, потому что они действительно, мы чувствуем, что они, ну, где-то задают вопросы в противовес того, что они слышат в церкви. И, знаете, вот стали задавать такие вопросы, тоже вот о внешности, все, и я вспоминаю этот друг мой, брат, он сам художник был, и он очень любил, мы даже иногда в поезде едем, он вытащит там плакаты, что-то рисует, все, и он, знаете, говорит, можно я отвечу? Я говорю, ну, пожалуйста. И он так встал и на стенку повесил бумажку, да, и так сидела молодежь, человек, наверное, 20 где-то, и он говорит, вы знаете, я вот хотел вам задать такой вопрос. Вот если, говорит, вы смотрите Писание, кого, говорит, вы находите в Писании действительно молодую, благочестивую девушку, вот как вот по-нашему из молодежи? Ну, кого? Ну, все в один голос. Мария, не так ли, да? Молодая, благочестивая. Он говорит, а если бы сегодня, вот надо было бы Господу родиться в наше время? Вот как вот вы, говорит, думаете, как бы вот в вашем представлении выглядела Мария? Ну, и вот, говорит, ну, наверное, говорит, короткие волосы, не-не-не-не, не так, да, ну, говорит, перекрашенные, да, там, не-не-не, это все, все, вот, ну, она же из евреев, да, наверное, темные волосы, там, все, ну, ресницы там, да, там, подклеенные, там, брови, там, что-то, и вы знаете, и он им задает вопросы, и они, и они вот отвечают, и он по ихним ответам рисует на вот этом плакате перед ним. Ну, я так сидел, ну, и он там дальше, как одежда, вот, знаете, как там, какой длины, обтягивающая, там, что-то такое, и вы знаете, я вот просто сидел, и вот, ну, я даже удивлен был, знаете, нарисовали святую девушку. Святую девушку, по ихним словам, нарисовали святую девушку. Я, знаете, тогда, помню, так это меня как-то тронуло, думаю, интересно, задают вопросы, а знают, 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 как это должно быть. Не суть в том, что мы не знаем, а суть в том, и вот почему нам Писание говорит об этом очень много, да, Он говорит, умоляю, прошу, или вот здесь Он больше говорит, не как даже пожелание, а повеление, Он говорит, живите достойно, вы знаете. Знаете, друзья, вывод тот, что действительно мы знаем. Но что значит вот этот призыв апостола Павла? Это не пожелание, это призыв, это повеление, и это требует от нас решительности. Вот в Слове Божьем, когда мы просматриваем Писание, мы находим очень много примеров, знаете, весьма решительных людей, которые делали правильный выбор в своей жизни. Ну, вспомните, например, мы читаем Даниила первую главу. Это же был очень молодой человек. И мы читаем первая глава, восьмой стих, да, что Даниил положил в сердце своем, не оскверняться. И написано, и потому в этом стихе просил. И мы видим, что Господь вышел навстречу, и Он выполнил то, что было на сердце у него. Он не ел вот этой пищей, и доложертвовью, да, мы знаем. Мы находим, знаете, действительно очень много мест. Вот даже удивительно за Моисея написано, что Моисей, когда мы читаем уже в Евреям в одиннадцатой главе, то нам прямо показывается в двадцать четвертом стихе, что Моисей, придя в возраст, оказывается, не просто случилось, да, а он сам добровольно отказался называться сыном дочери фараоновой. «И захотел лучше страдать с народом Божиим, нежели терпеть временные греховные наслаждения». Представляете, да, человек, имея в своей, ну, возможности все иметь, испытать, да, и вдруг он принимает решение и выполнил в своей жизни. Знаете, очень много таких примеров, однако в Писании мы видим и другие примеры. Я вот хотел сегодня очень коротко, ну, сделать такой небольшой анализ одной личности, описанной нам на страницах Священного Писания, который знал, который понимал и который имел правильные желания, но никогда не выполнил это. Я хотел бы, чтобы мы обратили внимание на личность по имени Пилата. И вы знаете, что мы с вами находим в Писании, когда мы приходим в Евангелие от Матфея, мы знаем, что это человек, который совершал суд над нашим Господом Иисусом Христом. И вот посмотрите, мы читаем в 27 главе Матфея удивительные слова в 18 стихе. «Ибо знал», здесь о Пилате идет речь, «ибо знал Пилат, что предали Христа из зависти». Обратите внимание, знал. Он знал, что его предали из зависти. Но не только это. Вы знаете, понимая всю ситуацию, которая произошла, мы видим, что Пилат делает действительно очень мудрое такое решение, и он выполняет суд по всем правилам вот Римской империи. И посмотрите, мы читаем, когда в Луке в 23 главе нам описано о том, как он все это производил, и очень удивительные слова. Мы читаем здесь 14 стих. Написано. «Сказал им...» Ну, мы читаем немножко выше. «Пилат же созвал первосвященников, начальников, и народ сказал им, «Вы привели ко мне человека сего, как развращающего народ. И вот я при вас исследовал и не нашел человека сего виновным ни в чем том, в чем вы обвиняете его». Он не только знал, но он предпринял правильное, знаете, такое действие, сделал расследование, все. И он говорит, я ничего не нашел. Знаете, другое удивительное, что мы читаем, кто же в Матфея, когда в 27 главе, когда написано, он сидел на троне своем, жена его посылает к нему и говорит, «Ничего не делай этому праведнику». Не только он знал, да, но он получил еще и свидетельство от своей жены, что человек, который перед ним стоит, праведник. И она говорит, я много пострадала от него во сне. Ты, говорит, ничто не делай. И знаете, еще что тоже очень удивительно, когда мы приходим в Евангелие от Иоанна уже в 19 главе, здесь нам описано подробно, что Пилат имел диалог непосредственно с самим Иисусом Христом. И когда Христос с ним разговаривал, и он говорил ему многие вещи, отвечал ему и так дальше, и видим, что говорили и так же книжники и первосвященники. И вот посмотрите, мы читаем 7 стих, иудеи отвечали ему, «Мы имеем закон, и по закону нашему он должен умереть, потому что сделал себя сыном Божиим». Смотрите 8 стих. Пилат, услышав это слово, больше убоялся. Вот обратите внимание, знал, мы с вами видим, что он исследовал дело, знал, что жена ему сказала, что это праведник перед ним, имел диалог с Христом, и мы видим, что у него страх появился. Он понял, услышал, что перед ним стоит Сын Божий, и он пришел в страх. И вы знаете, друзья, что очень тоже интересно, здесь же мы видим в Иоанна в 19 главе, мы читаем 12 стих, «С этого времени Пилат искал отпустить Иисуса». Обратите внимание, все знал, понимал, и он имеет доброе намерение. Он ищет отпустить Иисуса. И посмотрите, что он предпринимает. Вместо того, чтобы сделать непосредственно конкретно решение, потому что, вы знаете, он сам Христу, вот здесь же в 10 главе, когда он имеет диалог с Христом, и он, написано, вошел в приторию и сказал Иисусу, «Откуда ты?» Но Иисус не давал ответа. Пилат говорит ему, «Мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя и власть имею отпустить тебя?» Он имел эту власть. Но мы видим, что вместо того, чтобы принять это конкретное решение, он предпринимает некоторые удивительные вещи. Я хотел обратить на это внимание. Первое, посмотрите, мы приходим в Евангелие от Луки, 23 главу, и мы читаем 6 стиха. «Пилат, услышав о Галилее, что Иисус из Галилея, спросил, разве он галилеянин? И узнал, что он из области Иродовой, посылает его к Ироду, который в эти дни был также в Иерусалиме. Ирод, увидев Иисуса, очень обрадовался, ибо давно желал видеть его, потому что много слышал о нем и надеялся увидеть от него какое-нибудь чудо. Предлагал ему многие вопросы, но он ничего не отвечал. Пересвященники, же книжники стояли и усиленно обвиняли его, но Ирод со своими воинами, уничижив его и насмеявшись над ним, одел его в светлую одежду и отослал обратно к Пилату. Смотрите, Пилат ищет отпустить Христа, но он делает это такими интересными попытками. Он пытается снять с себя ответственность за решение, и он отправляет его к Ироду. Ну и он из Галилеи, пускай Ирод сделает решение. Он становится перед Иродом, и мы видим, что Ирод, надсмеявшись над ним, надругавшись над ним, что делает? Возвращает его к Пилату. И Пилат опять оказывается с Иисусом на своих руках. И посмотрите, он предпринимает еще одно очень удивительное действие. Мы, когда приходим в 27 главу Матфея, мы находим, что Пилат с 15 стиха, мы читаем, обращается и говорит, что на праздник Пасхи правитель имел обычай отпускать народу одного узника, которого хотели. был тогда у них известный узник, называемый Варава. Итак, когда собрались они, сказал им Пилат, кого хотите, чтобы я отпустил вам, Вараву или Иисуса, называемого Христом? Вы знаете, очень удивительно то, что Пилат выбрал, ну, написано, известного, очень отъявленного, ну, разбойника, которого все знали, которого боялись. Ну, и, естественно, Пилат, как бы, знаете, ну, понимал, что, ну, кто захочет, чтобы этот человек оказался на улице, где наши дети ходят, где сами мы можем идти, когда на улице темно или еще что-то, да? И потому у него, наверное, даже и сомнение было, ну, здесь даже и вопросов нет, этот человек столько исцелял, имеет такую, знаете, о себе репутацию, столько творил добра, за ним ходили столько людей, и вот разбойник, ну, вот взять, поставить перед, ну, здесь даже понятно, какой выбор будет, не так ли, да? И вдруг мы с вами видим, что народ начал кричать, отпусти Вараву. Непонятно, но так произошло. И Пилат опять оказался на руках вот с Иисусом. И посмотрите, мы с вами видим, Пилат делает третью попытку. Иоанна 19 глава, мы читаем, «Тогда Пилат взял Иисуса и велел бить Его. И воины, сплетши венец и стерна, возложили Ему на голову и одели Его в багреницу, и говорили, «Радуйся, царь Иудейский!» и били Его полонитом». Пилат опять вышел и сказал им, «Вот, я вывожу Его к вам, чтобы вы знали, что я не нахожу в Нем никакой вины». «Тогда вышел Иисус в терновом венце и в багренице и сказал им Пилат, «Се человек!»» Знаете, друзья, я как-то долгое время не мог вот понять смысла вот этого последнего выражения, когда Пилат вывел Христа, поставил и говорит, «Вот это человек!» А потом, когда я читал 53 главу, 52 главу Исаия, 53, и там прямо сказано, что он был обезображен, лик его был обезображен, падче всякого человека. Вы знаете, Пилат пошел еще на одну такую вещь. Когда он видел такое смятение, такое вот, знаете, что народ нажимает и все, он велел бить Иисуса. Но не просто бить, а одел его в терновый венец, его ударяли, заушали, били, и его избили до такой степени, что, знаете, мы иногда говорим, что трудно узнать. Знаете, мы когда-то, да? И вот он выводит этого человека. Но когда мы видим избитого, обезображенного человека, когда у людей просыпается какая-то жалость. Не так ли? И вот он выводит Христа перед ними избитого. И он говорит, посмотрите, это же человек. Если он что и заслужил, я наказал его. Ну, гляньте, это же человек. Гляньте. Но мы с вами видим, что когда увидели его первосвященники и служители, то закричали, распни, распни. Понимаете, друзья, посмотрите, Пилат как бы все вот это сделал, вот все эти попытки. И здесь мы читаем, вот в 27 главе Матфея, в 24 стихе, он попросил, чтобы принесли ему вот эту чашу с водой, он взял эту воду и перед всем народом умыл руки и говорит, я, говорит, не виновен в крови, говорит, этого человека. Но мы знаем, что он виновен, потому что он сам заявил, я имею власть отпустить тебя и имею власть предать тебе смерти. Я почему, друзья, привел этот пример и вот сделал небольшой такой анализ вот всего, что происходившего, чтобы мы с вами увидели реально человека, который знал, который понимал, который имел добрые намерения, который имел правильные желания, который предпринимал многое, чтобы выровнять ситуацию. но конкретного решения не сделал в своей жизни. Не сделал. Вернее, сделал. Сделал. Но сделал решение бездействовать. Знаете, друзья, можно было бы приводить и другие примеры, но я хотел обратить наше внимание вот на что. ад будет наполнен людьми, которые знали. Там не будет людей, которые не знали. Писание нам прямо так и говорит. Помните, апостол Павел римлянам, он прямо так и заявляет, что говорит каждый человек, даже тот, который не имеет закона, он имеет внутри себя вот этот закон, совесть, которая оправдывает или осуждает. Не будет ни одного человека стоять на суде, который не знал. Ни один человек не окажется в аду, который не знал. Будут люди там те, которые знали, но не делали. и потому Писания так много. И апостол Павел так убедительный во многих местах посланиях. Он обращается к народу Божию и он призывает и он говорит живите. В некоторых местах он применяет такие слова, говорит, я умоляю вас, поступайте достойно. Сделайте решение в вашей жизни. Вы знаете, сегодня мы сталкиваемся очень часто в беседах с людьми с такими заявлениями, когда люди говорят, что я не могу. Я вот пытался, я хотел, я предпринимал, я даже, знаете, вот что-то вот и сейчас там делаю, все, да, но вот у меня не получается и высказывает какое-то разочарование. И слышишь таких людей и на самом деле где-то в сердце закрадывается такая искренняя жалость к этим людям. Какое-то расположение, вот по-настоящему хочется помочь как-то этим людям. Мы, знаете, выдумываем иногда такие интересные вот какие-то фразы, да, такие, что зависимые компьютера, там, зависимые, там, еще от чего-то, там, да. И вот у нас, вы знаете, такое вот как бы, ну, сильное сожаление. И действительно, есть такое. И Писание нам говорит о том, что человек, который находится в грехе, да, нам так Писание говорит, делающий грех есть раб греха. Но посмотрите нам, что Писание дальше, в 8 главе, мы читаем 37 стихи, Иоанна, да, он говорит, но если, говорит, сын освободит, то что? Истинно свободны будете. Никто другой не освободит, да, сын освободит. И у вас появится сила к преодолению этого. У вас будет способность принимать решения и приводить в исполнение то, что вы имеете. Нам Писание говорит, то, что вы называете возрождение, апостол Павел евреем говорит, это то, что говорит, заберу, говорит, сердце каменное и дам сердце плотяное и напишу, говорит, закон мой на скрижалях сердца и не надо будет, не будет один другого учить, да, они говорят, будет это иметь, будет сила Духа Святого в жизни людей. Христос в 11 главе Матфея, обращаясь к народу, которые шли за ним, сказал удивительные слова, он говорит, «От ней Иоанна Крестителя Царство Небесное с силой берется и употребляющий усилие восхищает его». Иногда, может быть, мы не совсем в правильном направлении используем наши усилия. Мы иногда делаем очень много вот таких, знаете, попыток и все, чтобы конкретно как-то вот, знаете, решить вопрос. Вот человек имеет проблему с чем-то, да, и он вот говорит, «Я больше не сделаю» там или еще что-то. А мы иногда забываем о том, что проблема то, что он высказывает, это уже плоды, а корень гораздо глубже, да. Корень в том, что потеряны взаимоотношения с Богом, потерян страх Божий, нету силы Духа Святого жизни у этого человека. И нам Писание говорит, чтобы мы прилагали много усилий на то, чтобы быть в этом общении со Христом. Нам Писание много говорит о том, чтобы пребывать в Нем, чтобы находиться в Нем. Вот в этом мы должны, наверное, гораздо более прилагать усилия. Мы сегодня замечаем, когда сами находимся в таком положении, что нам где-то не хочется на собрание пойти, нам хочется служение какое-то оставить, мы чем-то, знаете, увлечены больше, какие-то выборы делаем не совсем правильные в нашей жизни, а потом, когда приходит то, что где-то мы не смогли устоять перед искушением, и тогда мы направляем какое-то особое усилие, чтобы побороть это. И вдруг мы осознаем, что мы бессильны, что нету силы, и мы стараемся больше еще, да, но мы видим, что не там, не там. Поэтому, друзья, заканчивая, я знаю, наше время истекло, я хотел, может быть, просто очень коротко обратить внимание на то, что говорит Писание. Апостол Павел говорит Ефесянам, пятая глава. Он говорит, на вас лежит ответственность, исполняйтесь Духом Святым. Не упивайтесь вином, но исполняйтесь Духом. Поэтому, друзья, в этом должно быть наше усилие. Туда должно быть направлено наше внутреннее стремление, чтобы нам пребывать в этом, чтобы нам исполняться. А потом, Павел говорит Галатам, пятая глава, плод Духа, и он нам перечисляет. Это все будет. Любовь, радость, мир, долготерпение, воздержание, кротость. Все это будет. Но это будет уже как плод того, что мы действительно исполнены, наполнены Духом Святым. Может быть, сегодня нету времени, все это в деталях, как вы знаете, нам говорить об исполнении Духа. Но хочу сказать, друзья, это куда мы должны направлять наши усилия. И сегодня мы можем задавать себе вопросы, а как это, а что это, и мы можем выискивать какие-то удивительные формулы, а как же исполнится, как это должно проявиться, как я должен узнать это. Но скажу, друзья, это все заключается в обыкновенных истинах, известных нам. Пребывание в Слове Божьем, в молитве, в наших постах, в том, чтобы быть в общении с народом, чтобы мы были благодарны Господу, чтобы нам смиряться перед Ним, чтобы нам повиноваться друг другу. И нам обо всем этом говорит Писание. Мы, друзья, заканчивая наше служение, склонимся сейчас перед Господом. Поблагодарим Господа за то, что Господь действительно соделал все от Него зависящее, чтобы мы с вами имели силы к тому, чтобы жить достойно. И сегодня Писание, говоря об этом, призывает нас. Мы завтра пойдем на наши работы, учебы, начнется трудовой день, мы оставим вот такие общения и еще что-то, и нам Писание говорит, живите, делайте решения, исполняйте их жизни, исполняйте их с Духом Святым, имейте силу к этому и притворите в жизнь то, о чем вы точно знаете. Пускай Господь поможет нам в этом. Аминь. Субтитры подогнал «Симон»